Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. Сегодня мы будем говорить с вами об очень важной теме, которая называется копирайтинг. И я дам несколько советов. Конечно, тема очень обширная, и ее сейчас в одном видео не записать никаким образом. Но, как минимум, самые базовые вещи я хочу вам рассказать, для того, чтобы вы поняли, что здесь ничего нет страшного. Еще со школьной скамьи мы учились делать сочинения. Не знаю, как вас, меня не учили там структурно мыслить, отжимать текст и делать его понятным, простым и для восприятия. Там нас просто говорили, ну вот пиши, что ты хочешь. И я уже начал учиться после того, как стал упаковывать и продавать информацию. Если делал описание на сайт, делал коммерческие предложения. В общем, все для бизнеса, для работы. И я вывел некоторые закономерности после прочтения огромного количества книг по копирайтингу, прохождения курсов и практики. У меня есть некоторые свои советы. Сейчас самые главные, как я считаю, которые помогут многим начинающим сделать тексты свои качественные и классные. Итак, давайте к ним приступим. И я сейчас расскажу, что здесь самое важное и самое главное, и как вы сможете это использовать. Итак, первое, что нужно понять, что написание текста это не талант, как и многое другое, это технология. Если вы талантливый от рождения, наверное, вы пойдете в писателя и будете там заниматься. Но нам этого не нужно. Мы говорим о простых, понятных, структурных текстах, которые может и должен писать, в принципе, каждый человек, который, ну, нормальный, да, и который созрел до того, чтобы заниматься собственным бизнесом. Вы точно это сможете изучить. Поэтому здесь не надо думать, что у вас не получится. У вас получится точно не получалось ранее, потому что не было, скорее всего, стандартных правил. Итак, первое, это не таланты, технологии. Вам нужно знать технологию. Окей, второе. Если это технология, то что нужно делать? Мы должны понимать, какая наша цель. Цель текста. Для чего мы это пишем? Мы должны всегда держать ее в голове для того, чтобы у нас была возможность сделать так, чтобы эта цель была достигнута. Это самое важное, потому что если цель расплывчата, то и мы будем писать обо всем, но результата какого-то не будет. Это будет большой проблемой и большой недоработкой. Следующее, третье. Кроме цели, мы должны понимать, кто у нас будет читать этот текст. Потому что если у нас широкая аудитория, и мы показываем эти материалы широкой аудитории, то, скорее всего, мы не сможем давить на какие-то желания, воли, потребности. Мы не сможем раскрыть человека и не сможем донести до него максимальную пользу. Соответственно, результативность текста будет не такая большая. Но в этом нет ничего страшного. Не всегда есть возможность отфильтровать аудиторию. Не всегда получается сделать это быстро. Не всегда у нас есть понимание, кто перед нами в зале, кто будет читать этот текст. Поэтому иногда мы можем понимать, что перед нами широкая аудитория. Соответственно, мы должны писать в этом случае текст больше не аудитории, а о себе. Но здесь есть фокус. Мы, когда пишем текст о себе, мы не пишем о себе на самом деле. Мы пишем для того человека, который будет читать. То есть, описывая то, сколько лет работает наша компания, мы должны говорить о том, зачем это знать клиентам. И это следующий уже, четвертый принцип. Мы, когда описываем что-то, мы описываем с точки зрения, почему это важно, зачем им это нужно клиентам, как изменится жизнь или что человек поймет после того, как пройдет эту информацию. Зачем человеку знать, что у нас победы в конкурсе? Не достаточно просто этого написать. Нужно написать, какую пользу это несет человеку, что, допустим, значит, вам можно доверять. Сколько у вас проектов? Допустим, 50 проектов выполнены. Это много или мало? Нужно человеку объяснить. Котируется тот конкурс, в котором вы получили награду или не котируется? То есть, он может вообще не знать и быть не в теме, что это за конкурс, почему вы именно на него ссылаетесь и говорите, что вы там член какой-то ассоциации. Что делает ассоциация? Почему это важно? Почему это полезно человеку? Если вы говорите, что у вас системная студия, там, как у нас, какую пользу это несет? Чем вы отличаетесь от фрилансеров? Чем фриланс от студии отличается? В общем, каждое заявление, которое вы приводите в описании компании или по предложению, нужно обязательно доказать с точки зрения человека, который будет это все читать и смотреть. Если это не доказано, это получается пустой текст. Самый лучший текст о компании, либо о вас, о человеке, он не о вас и не о человеке, он о потенциальном клиенте и о той пользе, которую он получает, когда придет к вам. Поэтому описывайте услуги, описывайте себя, это будет полезно из дома. Следующее, что нужно знать, пятое, по-моему, это структура. Это уже оформление идет. Старайтесь соблюдать структуру, какое-то базовое введение, да, кто вы, почему вы это пишете. И дальше у вас есть несколько абзацев, которые вы можете сделать, чтобы доказать свои мысли, доказать основные тезисы, которые вы хотите доказать. Очень важно, делают много людей ошибку, делите эти вещи на абзацы. То есть, одна мысль, один абзац. Ни в коем случае не смешивайте несколько мыслей в одних абзацах. Делайте короткие предложения, чтобы было понятно, четко, что вы хотите донести. И мне очень нравится такая штука, вот если вы посмотрите мои тексты, вы видите, что я делю буквально даже не только на абзацы, но еще и на цифры. Один, два, три, четыре, пять. Для чего? Для того, чтобы было видимость, что это какая-то технология. Да, технология, то, что я даю, то, что можно всегда использовать, соответственно, не удалять, а поставить на полочку, когда возникнет проблема, вы сможете использовать. Также и здесь, вот я сейчас пять уже советов дал, вы также можете это записать в последовательность и просто по этому чек-листу идти для того, чтобы проверять свои тексты. Запомним, один абзац, одна мысль. Следующее, кратко, пишите как можно более кратко. По сути, создание текста – это такая же задача, как и дизайн интерьера. Мы видим композицию, мы отсекаем лишнее, мы не стараемся разместить на всех полочках какие-то объекты и сдать это клиенту. Мы стараемся соблюдать некую концепцию, общую конву и сделать так, чтобы все наши предметы в интерьере, они отражали одну цель. Также и здесь, когда мы пишем какой-то текст для задачи, для клиента, мы должны убрать вообще все лишнее и оставить только самое необходимое. Поэтому почистите свой текст от лишних прилагательных, от лишних перечислений, от того, что не нужно. Это шестое. Седьмое. Постарайтесь обязательно сделать так, чтобы все абстрактное, что вы пишете, перевести в конкретное. Ну, к примеру, не избегайте таких вещей, которые можно трактовать по-разному, либо то, что нельзя пощупать. Тут, к примеру, у нас более быстрая услуга. Более быстрая это какая? Напишите, что вы делаете услугу за три дня после оплаты, например. Либо вы говорите, что у нас качественные услуги. Что такое качество? Качество никак не может никто послушать, чтобы понять, да, и чтобы вам объяснить, что такое качество, вам нужно объяснить, что такое качество, что такое некачественное. Это не всегда возможно в рамках статьи, потому что, ну, не всегда будет на это время. Следующее, если вы говорите, что у нас много рабочих, много это сколько, да, сколько у вас рабочих, да, и почему это важно. Всегда приводите то, что непонятно, да, досконально, вы должны прописать конкретно. Если нельзя прописать конкретно, лучше удалить эту информацию, потому что это будет пустой просто мусор или уникальные услуги, да, как многие пишут. В чем они уникальны, напишите, чем они отличаются. Убедитесь, что эти услуги действительно уникальны и у других дизайнеров или у других поставщиков этого нет. В общем, не пишите банальности, не пишите абстрактные, уберите просто это, если вы не знаете, что написать, лучше не пишите ничего, лучше остановитесь на том, что знаете. Это просто сфокусирует внимание клиента на самом важном. Значит, седьмое правило, да, убрать абстрактное, оставить конкретное. Это очень важно для того, чтобы вы сконцентрировали внимание на основных позициях. И давайте завершающее правило, на самом деле правило там примерно, наверное, 15-20 таких основных, но в этом видео оно и так уже долго длится. Давайте остановимся вот на последнем правиле, которое будет заключаться в том, что вам нужно в конце обязательно довести, подвести итог, да, вот всего того. Потому что человек пока читал, он уже забыл, собственно, к чему вы шли, к чему вели. Итого, да, вывод, да, мораль всей басни такова. Вы должны еще раз сделать вывод, и все, что вы приводили ранее, будет, по сути, доказательством и подтверждением вашего вывода. И человек уже согласится, а, ну да, вот здесь вот пронумеровано, вот здесь есть какие-то доводы, и здесь есть вывод, к которому он логически тоже приходит. И обязательно, обязательно, то, что многие забывают, что делать дальше, какой будет следующий шаг. Вот это нужно написать. Либо позвонить, если подходит, если согласно написать, оставить комментарий, либо что необходимо сделать человеку прямо сейчас, для того, чтобы эта информация не просто легла на полочку и куда-то сохранилась, а для того, чтобы он повзаимодействовал с вами, то есть с автором. Это основные, самые важные у нас принципы, вот которые сейчас вот буквально по памяти я вспомнил, а если я вспомнил по памяти, я специально не по листочку, а потому что все, что самое важное, вот вспоминается, как вот в такой вот стрессовой ситуации, когда нужно записать без редактирования, оно самое главное. Я считаю, что вот эти вещи самые главные, используйте их в написании текстов, и тогда вас ждет успех. Вспоминайте, какие еще принципы и приемы у вас есть по написанию текста, какие книги, может быть, вы читали, и что вы оттуда используете, и как у вас получается или не получается. Делитесь в комментариях, что я забыл, может быть, на что вы тоже используете, что вам нравится читать, что не нравится, и составим полный список по вашим рекомендациям, а также я добавлю в материалы еще и свои находки, когда буду описывать эту тему максимально детально в той книге, которую я сейчас готовлю для вас по управлению студией и по созданию бизнеса в сфере дизайна для дизайнеров и для того, чтобы у вас все это получилось, для того, чтобы вы извлекли максимальную пользу. До связи и до новых встреч в новых видео.